итак ребята всем привет вы на канале буран гараж 35 это будет очередной бложек и сегодня мы будем собирать мотор на динго-дринго дрыгатель у нас полностью отмыт помыт это основная часть картера тут все остальные детальки вариатора ну и зажигание соответственно поршневая группа пришел как и сказал съездил забрал коленвал старый коленвал у нас заклинил ну вот если как понимаете то есть заклинил палец верхней головки шатуна соответственно заклинил и сам поршень и задрала и цилиндр и все цилиндры будем ставить уже стоял цилиндр на 57 миллиметров это 150 кубических сантиметров сейчас же будем ставить цилиндра на 61 миллиметр это ну как на упаковке написано это цилиндра от 180 кубового мотора палец у поршня точно такой же на 15 интересно что в этой коробке которая пришел цилиндр приехала два пальца они разной длины ну вот этот пальчик нам понадобится тот палец не знаю для чего положили китайцы как то так и единственная сложность установки такой цилиндра поршневой это у нас получается гильза цилиндра снизу диаметром если так посмотреть то 64 миллиметра диаметра в картере здесь так вот померяем так диаметр в картере у нас получается 63 63 миллиметра то есть в итоге надо будет немножко расширошить картер то есть вот эту половинку и ответ на половинку картером но это ничего страшного это мы все сделаем было бы все просто но коленвал пришел к нам не такой на сайте специально то есть на котором сайте заказывал специально выбрал коленвал для динго-дринго 150 под ручной стартер но коленвал пришел не под ручной стартер в чем разница разница в том что ну вот если посмотрите да на шейке коленвала на цаффу вариатора получается то у этой цаффы больше проточен размер и длиннее шлицевая у этой же шлицевая меньше и недоточена получается посадка под втулку если собрать вариатор на родном коленвалу ставим но я буду все наоборот одевать чтобы лучше видеть потом идет у нас неподвижная тарелка вот так вот да и у нас торчит шлицевая шлицевая нужно для ручного стартера для муфты ручного стартера на новый же коленвал если все собрать то получим такую картину шлицевой не торчит и некуда поставить муфту ручного стартера господи и второе что в нем не такое то есть тут стоит 205 подшипник ну да 205 такую его маркировка какая-то там не знаю может другой стороны промаркированным что 205 но это 205 подшипников его ширина 15 миллиметров а так он 57 миллиметров а здесь же стоит 305 подшипник 6305 соответственно и в картере отверстие сделано под посадка под 305 подшипник придется перепрессовать то есть ответный подшипник с другой стороны точно такой же а на этом на этот подшипник не такой написал на сайт откуда прислали этот коленвал то есть да ну написал что типа покупаю одну запчасть вы присылаете с этим другую запчасть как так то есть но написали ответ от сайта что типа извиняемся других коленвалов к сожалению нету и присылать обратно вернем вам день ну как так то есть блин это потерянное время правильно правильно выход созвонился с хозяином созвонился с хозяином и было решено то есть коленвал который пришел новый проточить то есть установить его в токарной установки и проточить эту цафу как бы это будет быстрей быстрее по времени чем отправлять туда это надо отправлять его в самару или до в самару пока до туда дойдет пока там соответственно там их нету еще и пока бы если даже и были пока обратно придет это минимум полторы недели времени выйдем из ситуации следующим образом снимем со старого коленвала вот эту шестеренку это привод у нас цепи грм спрессуем ее снимем подшипник замеряем от цапка коленвала сколько должна быть про . и соответственно с этим коленвалом сделаем такую же манипуляцию снимем подшипники его в любом случае на менять снимем шестерню снимем подшипник зажмемся в токарный станок проточим и все будет работать все нормально то есть это задача выполнимая даже как бы на моем токарном станке маленьком до того 4 это все можно сделать снимаем шестерни со старого вала я уже шестеренку стянул думал конечно это шестеренка будет же являться посадкой подшипника но оказываться нет это просто звездочка подшипник сидит на самой цапке то есть сделано там утолщине чтобы снять в прессе изготовил вот такие две планочки они стянуты потому что шестеренка она имеет вот такой вот вид да и получается вот эти зубья нам мешаются то есть если зацепляться вот за этот но за серединку до промеж этих зубьев то там планка 3 миллиметра 3 миллиметра нифига не выдержит все выгнется а здесь сделано вот в обоих этих планочках там сделано вытачка она садится и зацеп идет у нас на три зуба распределяться все это дело ставим в стакан стакан для разборки коленчатых валов ставим домкрата с потому что пресс у меня но в сделан у меня конечно все выточено подготовлено но нифига не собрано то есть у меня есть и гидроцилиндра с насосной станцией но это все на и сюда просто приспособить пацаны подогнали за это им респект степать тебе лично и это на все делать сюда приспособить вместо домкрата изначально пресс делался вот подать домкратом на 32 тонны на 32 тонны но домкрат как бы должен был работать в перевернутом положении то есть его на разбирать переделать там заборную трубку и он будет работать в перевернутом положении ладно это все лирика то есть натяг не сильный думал посильнее бот все снимаем и главное чтобы на этом новом коленвалу была посадка вот под этот подшипник если не будет то это вот печальней печальней потому что придется скорее всего придется точить переходную ну что будет сюда переходную переходное кольцо чтобы перейти на другой подшипник будем надеяться что там такая же посадочка и все подойдет не повезло не фартанула подшипники разные разная посадка тут у нас 22 миллиметра здесь у нас 25 миллиметров то есть это 305 подшипник у его внутренней 25 наружные 60 по маму с копейкой до 62 наружные внутренней 25 а у этого такой подшипники я даже не видал то есть внутренне это не 205 подшипник внутренние у его 56 а наружный 20 наружного 56 а внутри не 22 минут такого я не видал выглядит как 205 но по факту не 205 выход из ситуации то есть или получается что загвоздка в чем мы имеем картер да и картеров посадку под 305 подшипник 305 сюда нормально входит а если берем этот подшипник то он у нас видите да каким образом встает или же точить переходную втулку сюда переходную втулку сюда или же переходную втулку сделать вот сюда это скорее всего будет проще здесь 22 нужно 25 остается по полтора миллиметра стенка будет стенка по полтора миллиметра и станет вот этот подшипник вот так вот станет подшипник и будет все ладушки и ладушки сами звездочки вот эта звезда снова коленвала это со старого коленвала это старая это новая видите разницу то есть рабочая звездочка у нас нижняя вот это и видите разницу на разных уровнях из-за чего из-за того что сами подшипники имеет разную ширину фокус-мокус фокус вон видите да то есть и так же у нас звездочки смещены ладно блин бомб тогда точить получаться втулочку переходной сюда просто это мне будет проще сделать чем точить вот такой большой диаметр втулку во-первых на заготовку большую во-вторых во-вторых ну во-вторых это не очень удобно парни не стал бы заморачиваться с этим даты перетачивать что-то делать отправил бы просто обратно на этот сайт и все и пусть заказывают другой каменвал но так как мотор собираю знакомому мы попросили просто сделать побыстрее потому что динго-гринго уже стоит можно сказать месяц полтора месяца без движения без движения стоит полтора месяца и попросили сделать поэтому надо сделать и чем быстрее тем лучше но не в ущерб качеству попса спустя получилось вот такая вот в . переходная то есть сделал здесь с натягом получилось пару соточек сутки 2 на на сотка может то есть она станок скорее всего еще конусить маленько она здесь сначала заходит а потом идет плотненько но это хорошо что здесь не тяга здесь же на подшипник почти что скользящая посадка так вот раз и так вот чпок почти вставилась вынимается обратно сложненько но если это все дело помазукать то будет нормально скользящая посадка то есть когда втулка у нас соединяется на коленвал за счет натяга ее немножко разожмет и на подшипники тоже появится натяг все получается надо думать что надо купить вот такой новый подшипник один подшипник уже тоже прошел на старом коленвалу сколько неизвестно там пробег на деньга по моему районе трех или четырех тысяч но он подкусывает плохо крутится с этим все значит сейчас еще точнем коленвал сам проточим потом купим подшипники и канавал соберется то есть колено будет готов с самой про . шейки тоже никакие сложности не возникло она не каленая проточилась все нормальненько собираем вариатор получат ставим втулку так и одеваем неподвижную тарелку вариатора и получается у нас в . еще вот так ходит объясняю почему так как здесь шлицевая и шлицевая она короче чем нам надо у ее каждый шлиц каждый шлиц он не нарезан до конца так сейчас я проверну и покажу один шлиц я где-то уже пробил до конца так вот этот шлиц я уже пробил до конца до конца пробил резцом то есть вот на таким резцом закрепил его таким он то есть не так как он должен стоять и вот таким образом и как долбежным станком нарезал один шлиц сейчас это на работ сделать со всеми шлицами и чуть-чуть буквально там совсем немножко загубить вот эту канавку чтобы как бы тарелка у нас села до конца конечный а результат получили мы такой то есть тут все собрано ставим подвижную тарелку она поджимается то есть она поджиматься и втулка уже все плотненько штука все плотненько по шлицам как и сказал просто до дорезал их до конца до конца дорезал и немножко чуть-чуть буквально полмиллиметрика вот углубил эту канавку и чуть-чуть ее продлил потому что когда собиралась втулка оставала таком положении ставала втулка она что вставала она вот так так все скальнвала совсем закончено сделать прибор очку и будем собирать этот двигатель хотя не будем собирать время вечер магазины все закрыты а нам надо новый 305 подшипник пока нет подшипников ничего не соберешь как таким образом но хотя бы хотя бы получилось выйти из ситуации все проточить заточить все сделать и это уже парни радует коленвальчик полностью готов поставил новый подшипник это у нас чешский подшипник zk zk или не фокусироваться короче 305 rs 2 rs c 3 зазор на коленвал всегда парни покупайте c 3 зазоры что на буран что на другую технику но на любую технику так подготовил отверстие в картере 1 распилил его сейчас у нас цилиндрик встает сюда вот так вот шпонг все встало то есть буквально тут распилить надо было в районе одного миллиметра расширошу вот такой аккуратненько то есть на все помыть и сейчас заодно перед мойка сейчас ставить пока не буду снял масло насос проверить насос может быть заклинил из-за того что масло насос не качал но принципе все шестерен шестереночки там целые масло насос должен качать нормально ставить ее пока не буду сейчас все от мою помою от пудры потому что видите вот вот это все это у нас алюминиевая пудра после того как картер распиливался вот ну соответственно приборочка и будем собирать сам двигатель все готово единственное что не нашел сальников таких сальников нету только под заказ но думаю что эти сальники старые они не должны пропускать еще вот можно посмотреть сальники конечно у меня есть набор прокладок для другого двигателя но тут тут их нету тоже есть колечки он колечки есть какие-то у нас самих сальников нету так ладно будем собирать потихонечку саму сборку данного двигателя показывать не буду потому что есть отдельно видео как мы устанавливали на такой двигатель 170 кубовку эту поршневую там все разжеванное видео называется в плейлисте техничка а нет плейлист ирбис или динго 150 что такое или ирбис он так и называться там есть видео установка поршневой 170 кубов на динго 150 посмотрите кому интересно там полное видео как что со всеми зазорчиками что к чему и почему дрыгатель с полностью собран все поставлено кроме не закручена только свеча и карбюратор не поставлен карбюратор надо помыть помыть и поставить так и попросили еще сделать глушитель его уже варили вскрывали варили полуавтоматом на что-то тут такой шел дак и как будто и как будто и нефть не полуавтоматом ну ладно это мне очень скроем там просто-напросто я уже не один такой глушитель делал то есть там вот эта стенка отрезаться и туда вставлена вставка и эта вставка как бы отвалилась я сейчас подварим может быть сделаем даже проще не будем его полностью разрезать скрывать но вырежем вот здесь такой сектор прихватим ее и с другой стороны вот защитку отфилим то же самое и подварим ну посмотрим сейчас это все показывать не буду что там показывать сваркой сварка когда-то я уже показывал как этот глушитель полностью переделал когда делал отцу у отца вообще печаль беда была там все развалилась и поэтому по моему я показывал так дрогатель дрогатель готов чинку готов чинку не прикрутил еще масло подачу но это ладно и суппорта там лежит еще суппортик можно стал кстати прикрутить пока шапан нет рама у нас стоит сам сам снегоход стоит там сделаем манипуляцию не охота выгонять на улицу потому что надо отколачивать двери сейчас немножко подтаяла на той неделе и накапывай надо отколачивать ворота не буду поднять я просто напросто бураном прогоню загоню лыжи туда уберу полавтомат ну а динго выйдет сюда и мне место для маневров мне хватит этот агрегат собран собран все поставил на место получается чем сейчас снял клапанную крышку потому что он не поработал минут десять и на холостых минут здесь поработал и до крышки рукой не дотронуться бы снял крышку а там ну чуть-чуть капелька масляшка было и все когда он запущен но если запустить ну то есть откуда грубо говоря сейчас летит но если чуть поменьше холостой сделать оттуда и мало масла было в головке поэтому греться то есть на просто ему пиздюля дать и все будет нормально маслишко там появится потому что думал сначала вообще масло не идет открутил масло подачу масло есть и бренга лед у нас полностью собран даже прокатились успели все работать все четенько нормально аппарат кстати кто хочет выбирать между мото собакой но именно использование как в качестве мото собаки то парни купите лучше и вот такую технику на и хоть сидишь как человека на и принципе он едет не хуже собаки но если собака используется как слышим модулем тогда собака будет лучше ехать даже а если собака еще использоваться как толкач что она еще лучше или то есть а если вы просто используйте как мото собаку то динго выиграть во всех параметрах как-то так на этом будет все подписывайтесь на канал ждите следующее видео всем удачи всем пока катайтесь парни не ломайтесь